1 июня на Десногорском водохранилище закончился срок весенне-летнего нерестового запрета на рыбалку. Вылов рыбы официально разрешен, а это значит, что на воде массово появляются судовладельцы. Вместе с ними возобновляют свою работу и органы государственной инспекции по маломерным судам. 5 июня группа патрульной службы провела плановую проверку с выездом на открытую воду. Её цель – осуществление контроля надзора за использование маломерных судов. С января этого года правила пользования водными транспортными средствами изменились, на что и обращают внимание судовладельцев сотрудники ГИМС. У судоводителей должно быть удостоверение на право управления маломерным судном соответствующей категории, должен быть судовой билет, который является основанием того, что данное маломерное судно действительно на правах собственности принадлежит данному судоводителю. И, соответственно, лодка маломерное судно должно быть укомплектована в соответствии с требованиями руководящих документов. За нарушение правовых актов были оштрафованы три судовладельца. Но, по словам инспектора, это небольшой показатель. Из-за ужесточения штрафных санкций и систематических проверок число нарушителей планомерно снижается. Не нужно еще забывать, что с позапрошлого года все штрафы увеличены в 10 раз. То есть, если раньше за отсутствие номеров штраф был 500 рублей, то сейчас он составляет 5000. Поэтому судоводители более ответственно, более внимательно относятся к этим вопросам. Приоритетной задачей сотрудников ГИМС остается организация безопасности людей на водных объектах. По итогам бесед с любителями лодочных прогулок и рыбаками были выявлены некоторые зоны, которые представляют повышенную опасность для всех, кто передвигается по воде. Справа от нас участок водного объекта. Здесь выращивают рыбу. И судоводители, которые выезжают со стоянки с города Десногорска, особенно в темное, в ночное время, у них нет возможности четко увидеть данные препятствия. Сотрудники патрульной службы убедительно просят владельцев аквакультурного участка сделать на принадлежащей им территории освещение, чтобы не допустить трагических происшествий с маломерными судами. А также обращают внимание всех судовладельцев на данный участок водохранилища и призывают их быть предельно внимательными. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.